В книжке, которая в книжке, там же волки съели, а у нас не съели, у нас полюбили всех. Полюбили всех. Там же один волк в сказке-то. Да, а у нас три. А у нас три красные шапочки. Похоже или не похоже на оригинальное произведение? Такой почти гамлетовский вопрос мучает актеров спектакля «Красная шапочка». Премьера будет на сцене оперного театра. Основные персонажи те же, что и в «Красной шапочке», за исключением главного героя – волчонка. Но вот действие происходит через много лет после основных событий. А вот и спойлеры – бабушку никто есть не будет. А у нас никто никого не съедает, все влюбляются в друг друга. Пока до спектакля остались считанные минуты, каждый из ребят старается настроиться на волну любимого персонажа. Моя героиня очень такая устойчивая, упрямая немножко, потому что, когда она, например, с кем-то спорит, она все равно добивается своего. Она не отходит от цели, она идет только вперед. Волчок, он такой романтичный, он как бы боится много чего, но я прям не сильно много чего боюсь. Я больше привык играть такие роли боевые, и поэтому это для меня, ну, как бы не очень привычная роль. Спектакль и вправду мало чем напоминает оригинальное произведение. Так, с кинофильмом его связывают только тексты песен Юлия Кима и музыка Алексея Рыбникова. Сказка адаптирована для детского возраста, но понравится и взрослым, уверены постановщики спектакля. Удивление раз, сочувствие два, интерес и взрослых, и детей, потому что спектакль написан так, и пьеса написана так, что взрослым интересно не менее, чем детям, потому что у нас мир взрослых людей, они переживают те же эмоции, которые переживают дети. Судя по реакции зала, «Красная шапочка» надолго задержится в репертуаре детской оперной студии. Даже поющие волки вызывают у зрителей только позитивные эмоции. Звучит музыка